Витамины вылечить рак Что же это витамины? Для начала определения витамина – важное питательное вещество, необходимое организму в небольших количествах для правильного функционирования и здоровья. И витамины делятся на разные категории, такие как А, В, С, Д. Также витамин В имеет большую категорию В1, В12, В6, В5, известную фолиевую кислоту. Это основные типы. Наверняка вы слышали о них или встречались в той или иной форме. Из чего мы можем получить витамины? В основном они вокруг нас. Я имею в виду, что природа полна ими. Такими как яйца, молоко, бананы, клубника, рыба, сыр, даже кофе, в котором есть витамин В2 и В5. Лучший источник витаминов – это свежие фрукты и овощи. И они доставлены нам самой матерью-природой. Теперь, диета, богатая фруктами и овощами, весьма полезна. Она помогает вашему телу нормально функционировать, а также имеет преимущество против рака. Она снижает риск многих видов рака. Например, рак простаты, рак груди, мочевого пузыря, рак мозга, рак кишечника, желудка и лёгких. И это лишь некоторые из них. Поэтому, безусловно, наличие фруктов и овощей, богатых витаминами – это очень полезная вещь для нашего организма. Есть витамины, созданные людьми. Это искусственные синтетические витамины, которые также известны как витаминные добавки. Они производятся крупными фармацевтическими компаниями. Они выпускаются всех цветов и форм в виде таблеток, капсул, сиропов. Это синтетические витамины «большой бизнес». Когда я говорю «большой бизнес», я имею в виду масштабный бизнес как по количеству людей, использующих их, так и по количеству продаваемости упаковок, которые они производят, то есть фармацевтическая промышленность. Например, в Америке почти половина населения употребляет эти витамины, и в настоящее время на них тратится более 140 миллиардов долларов. Смертельный секрет в том, что вы должны знать, как сберечь свои деньги и как не дать людям украсть их у вас. Давайте начнём с первого секрета, который вы должны знать. Это секрет, который компании, производящие витамины, не делятся с людьми и, к сожалению, с агентствами здравоохранения тоже. Врачи также не скажут вам об этом, потому что большинство из них сами этого не знают. Я хочу поделиться этим секретом, потому что он спасёт миллионы жизней. Но хочу вас предупредить, когда я открою вам секрет, он очень рассердит богатых людей, потому что они зарабатывают миллиарды долларов. Мы получаем натуральные витамины из овощей и фруктов, а также все натуральные источники, такие как яйца, сыр, которые снижают риск рака. Существуют научные доказательства, подтверждающие это. Что происходит, когда вы принимаете синтетические витамины? Они могут увеличить риск рака. Да, вы меня правильно поняли. Синтетические витамины могут увеличить вероятность того, что мы заболеем раком. Шок, не правда ли? Я сам был поражён тем, что никто не сообщает об этом общественности. Органы здравоохранения разрешают продавать их открыто, без рецепта, и все пользуются ими. Начнём с доказательства. Я хочу классифицировать эти доказательства. Итак, рассмотрим разные категории пациентов. Первая категория — люди с низким риском рака. Вторая категория — люди с повышенным риском рака, например, курящие люди. Третья — люди, у которых уже есть рак. Итак, с точки зрения онколога, что я вижу в этих трёх категориях? Давайте посмотрим, что произойдёт, если мы дадим витамины всем этим категориям. Категория номер один — люди с низким риском рака. В 2006 году было проявлено исследование NORWIT, норвежское исследование витаминов, и WENBIT — международное испытание витаминов В в Западной Норвегии. Они хотели понять, могут ли сердечные заболевания вылечиться с помощью витаминов. Но что они обнаружили? Повышенный риск рака и смертности от рака у норвежских пациентов, принимающих витамины от болезни сердца. Люди с низким риском рака тоже прошли обследование. В 2009 году было проведено исследование, направленное на снижение риска рака с помощью селен и витамина Е. Более 35 тысяч мужчин получили селен и витамин Е, а вторая половина мужчин не принимали их. Итак, что произошло? Риск рака простаты увеличился. Теперь перейдём к категории высокого риска. В 1994 году высокий риск группы курящих людей 29 тысяч из 133 пациента, половина которых получила витамин Е и бета-кератин в течение 5-8 лет, после чего увеличилась смертность от рака лёгких при их употреблении. Исследование было остановлено всего через 21 месяц, и они больше не могли его проводить, так как это пагубно влияло на пациентов. Было проведено больше исследований, так как было любопытно, и многие думали, что мы можем вылечить рак с помощью витаминов, по крайней мере, снизить риск рака. В 2007 году было решено давать фолиевую кислоту, чтобы уменьшить рак кишечника. Но что произошло? Люди, которые принимали фолиевую кислоту, имели более высокий риск множественных полипов в кишечнике, и полипы могут стать раком в течение времени. И это было бонусом к увеличению числа случаев рака простаты у тех, кто получал витамины. Будут ли витамины помочь пациентам, у которых уже есть рак? Было исследование, в котором пациенты с раком груди принимали витаминные добавки, такие как витамины А, С, Е, картиноиды, и у них повысился риск рецидива рака груди. У тех, кто принимал железо, витамин В12, жировые кислоты, омега-3, увеличился риск возвращения рака и повысился риск смертности от рака. Шокирующая информация, не правда ли? Мы можем получать натуральные витамины из фруктов и овощей, и эти натуральные витамины, которые снижают риск рака. Так в чём же причина? Почему так происходит? Почему синтетические витамины травят нас? Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны вернуться к определению витаминов. Поэтому помните, что мы говорили, что витамины являются важным питательным веществом, необходимым организму в небольших количествах для правильного функционирования и здоровья. Небольшие количества, когда у вас есть натуральные витамины, их мало, и организм усваивает только то, что ему нужно. Но когда вы принимаете синтетические витамины, большое количество витамина поступает к вам в организм, и это происходит очень быстро, и организм получает больше нормы. Эти фармацевтические таблетки побуждают организм усваивать как можно больше, в то время как фрукты и овощи этого не делают. Куда уходит такое большое количество? Помните дискуссию о том, что такое рак, где я рассказывал вам, что нормальные клетки развиваются нормально, а раковые клетки развиваются ненормально, и их количество увеличивается. Когда вы кормите рак витаминами, то у тела нет возможности бороться с ним, и организм слабеет. Итак, вопрос на миллион долларов. Принимать витамины или нет? Вопрос на миллиард долларов. Почему никто не говорит о риске рака с помощью витаминов? Ответ очень печален. Пищевые добавки на миллиарды долларов — это большой бизнес. В 2016 году было заработано около 122 миллиардов долларов, а в 2020 году — более 140,3 миллиардов долларов. Это большая индустрия. Она обеспечивает рабочие места, платит налоги, зарабатывает много денег. Подобно индустрии сигарет, алкоголя и быстрого питания. Людям не нравится говорить о рисках. Я хотел бы, чтобы вы взглянули на это. 33% населения Великобритании были подвешены риску рака в 2000 году. Именно тогда я начал работать. И в 2021 году 50% населения Великобритании подвешены риску рака. Рост с 33% до 50% за год. 2000 мировых добавок витаминов было произведено и более 20 миллиардов, а сейчас это более 140 миллиардов, поскольку продажа и использование витаминов растёт, а также растёт число случаев рака. Ещё один вопрос на миллиард долларов. Насколько увеличилось количество раковых заболеваний из-за увеличения использования витаминных добавок? Мои дорогие друзья, это то, что нам нужно проверить дополнительно, определёнными испытаниями и исследованиями. Но, к сожалению, никто не хочет этим заниматься. И я думаю, что витамины должны быть помечены, обозначены как опасные, так как они могут увеличить риск рака. Итак, сегодня мы говорили о вопросе на миллион и миллиард долларов. Давайте поговорим о вопросе на триллион долларов. Триллион, потому что человеческая жизнь бесценна. И вопрос в том, что нам делать. Как мы уже говорили, если у вас дефицит витаминов, принимайте синтетические витамины, но прекратите их, как только дефицит будет полностью восполнен. Вернуться к естественным витаминам, витаминам и антибиотикам нет различия. Это синтетические вещества, а не натуральные. Ответьте мне, хотели бы вы принимать антибиотики каждый день? И ответа, конечно же, нет. Так что прекратите принимать витамины, когда они вам не нужны, и вернитесь к естественной форме, потому что организм берёт из пищи только то, что нам нужно. Давайте поговорим об одном из обещаний, которые я вам дал. Обещания, которые я выполнил. Мы поговорили об смертельном секрете, который вы должны знать. Второе было то, что я собираюсь сэкономить ваши деньги. Итак, мы знаем, что витамины попросту вам не нужны, и вы не будете тратить свои деньги на эти токсичные химические вещества и сэкономите много денег. Рак — очень дорогое заболевание для людей, которые платят за своё здоровье и может быть самой большой причиной банкротства. Даже в странах, где медицинские обслуживания предоставляются бесплатно, рак не делает никого богаче. Он действительно делает богатым других людей. Они являются владельцами мега-богатых фармацевтических компаний. Так что мой совет — перестаньте терять свои деньги, жизнь и здоровье. Спасибо большое вам за внимание. Меня зовут доктор Мунип Хан. Я онколог, работающий в Соединённом Королевстве. И моя цель — помочь всем понять, как предотвратить, лечить и вылечить рак. И в этом суть моего канала. Моя миссия — предотвращать, лечить и вылечить рак. Моя миссия — предотвращать, лечить и вылечить рак.